Здравствуйте, дорогие друзья! Я могу вам предложить только очень краткий обзор недели с 27 ноября по 3 декабря. Я бы хотела использовать карты Ленарман и Таро 78 дверей. Что нам скажут? Простите, просто очень ограничены возможности по времени. Так, неделя с 27 ноября по 3 декабря для всех знаков зодиака. Что надо знать? Что основное будет на неделе с 27 ноября по 3 декабря. Мы переходим с вами из осени поздней в зиму. Итак, начинаем, конечно же, традиционно с овнов. Дорогие овны, вам выходит неделя с 27 ноября по 3. Карта мыши. Ну, не самая лучшая карта. Всем известно, что это, конечно же, какие-то могут быть убытки, нервы, неприятности, мелкие. Обычно мелкие, но противненькие. Как грызуны означают разного рода болезни, заразу всякую, неприятных людей, с которыми, может быть, придется взаимодействовать. Иногда показывают, конечно, какую-то такую вот кропотливую работу по спасению чего-то, когда надо что-то там исправить, доделать, переделать. Посмотрим, что нам скажут торог этим мышам. С чем это связано, возможно? Отшельник. Отшельник может быть пожилым человеком, может быть, кто-то из пожилых родственников, соседей, знакомых, может быть, приболеет, может быть, вообще немножко не ахти по здоровью, будьте внимательны. Может быть, надо будет разбираться с чем-то, что-то убирать, не совсем это нравится, какие-то старые завалы разгребать, потому что надо, допустим, съезжать. Вот. Ну, откуда-то. В общем, такую вот недельку показали вам, дорогие овны. Я вам желаю удачи. Тельцы. Дорогие тельцы, для вас неделька с 27 ноября по 3 декабря. С чем сопряжена, с чем связана? Да что ты будешь делать? Это вот то крест на прошлой неделе преследовал, то теперь эти мыши ходят за всеми. Только что было у овнов. Конечно же, это редко бывают приятные карты. Ну, то есть, все, что сказала овна, все это соответствует. То есть, болезни, зараза, мелкие неприятности, копошиться с чем-то, может быть, придется, какие-то небольшие поломки, недоразумения, нестыковки. Иногда, правда, показывают какую-то коллективную работу или необходимость переделывать что-то. Посмотрим. Ну, и понятно, что заразные болезни, типа ОРВИ, даже элементарно ОРЗ. Так, с чем мыши связаны будут? У тельцов, что нам Таро подскажет? Восьмерка жезлов. Суета какая-то. То есть, суета и нервозность. Больше я так это воспринимаю, эти карты. На дне колоды здесь еще правосудие. Может быть, у кого-то какая-то вот такая мышиная возня, связанная с инстанциями, с бумажками. Теоретически. Ну, как проверки. Даже не проверки, больше как подготовка, что срочно надо какой-то документик сделать. Доделать, донести какую-нибудь справку. Дорогие тельцы, я вам желаю удачи на этой неделе. Близнецы. Неделька с 27 ноября по 3 декабря. У близнецов с чем связана неделя? Башня. Ну, это крупные корпорации, конечно же. Иногда показывает башня чье-то высокомерие. Или, ну, типа как. Не то, что одиночество, а ощущение такое может быть. Даже если у вас есть отношения. Ну, может там, типа, не хватает внимания. Может быть, конечно, показывает какие-то высокие цели, которые у вас есть. Может показывать разного рода учреждения. Ну, а, как правило, это высотные здания. Или такие вот старинные, сталинские здания. Ну, вы понимаете, что Таро подскажет. С чем башня связана у близнецов? Десятка Пентакли. Ну, это прям вот как жилье в каком-то высотном здании. Может быть, кто-то будет в доме или даже на даче. Может быть, дела семейные. Может быть, придется кому-то на этой неделе, допустим, какой-то родственник в больнице лежит. Или вы много работаете. И у вас вот это вот, как говорится, высокие цели ради заработков. И вы там пашите, пашите. Может быть, кто-то будет решать какие-то вопросы с недвижимостью. Я желаю вам удачи, дорогие близнецы. Так, схватила не ту колоду. Раки. Раки. Что вас ждет на неделе с 27 ноября по 3 декабря? У наших раков неделя какая будет, с чем связана? Звезды. Звезды это у нас светлая дорога. Это, конечно же, какие-то инновации, обновления, мечты, желания, новый путь. Установка новых программ порой. Звезды могут символизировать вдохновение, что-то красивое, такое далекое и прекрасное. Смотрим. Или перспективы, которые открываются. С чем связаны ваши звезды, дорогие раки? С чем это связано? Семерка жезлов. Карта, ну как бы, борьбы за достижения, карта каких-то усилий на дне колоды маг. Может быть, это связано с работой, что вы будете упорно работать ради достижения каких-то целей. Может быть, даже за счет вашего усердного труда, стараний. Перед вами как раз откроются какие-то перспективы, и на вас снизойдет вдохновение. Я очень вам этого желаю, дорогие раки. Удачи вам во всем. Львы, для вас неделя с 27 ноября по 3 декабря у Львов. С чем связана будет неделя, какая она будет? Смотрим, что нам скажут. С чем связана и какая будет неделя рыбы? Рыба это у нас и бизнес, и удовольствие, и движение каких-то денег, ну то есть платежи, получение денег, выплаты денег, пересылка этого. Также рыба символизирует душу, духовное развитие, какую-то глубину чего-то, может быть, глубину осознания чего-то, переживания какие-то глубокие, осмысления. Так, смотрим, с чем же рыбы связаны для наших Львов? С чем связаны рыбы? Десятка пентаклей с семьей, то есть, я бы сказала так, деньги для дома. Хорошие карты у вас такие, спокойные какие-то, стабильные, надежные. Деньги в дом, семейный бизнес, получение каких-то сумм денег. Опять-таки, по результатам труда не просто так. Так что такая неделя у вас, дорогие Львы. Я вам желаю удачи. Девы. Так, никого я там не пропустила, точно, Девы. Так, для вас неделя с 27 ноября по 3 декабря. У Дев с чем связаны? Какая будет неделя с 27 ноября по 3 декабря? Да, якорь. Ну, якорь символизирует обычно стабильность. Единственное, что если мы застряли в какой-то не совсем нас устраивающей ситуации, то по якорю вероятность, что мы оттуда сдвинемся, мала. Но если у вас неплохая жизненная ситуация, сейчас все достаточно стабильно, то эта стабильность, естественно, сохраняется. Якорь также символизирует, естественно, работу, дела, обычные, привычные, спокойные, понятные. То, что как бы не какие-то там сюрпризы, а все то, что должно быть сделано, что мы запланированы. С чем якорь связан? Может быть, эту стабильность, в чем ее покажут, эту стабильность? Ну, видите, королева Пентакли. Стабильность просто в жизни, в делах, какая-то уверенность в себе. Ну, она не просто уверенность, на дне колоды тускубков, радость. Вот именно спокойствие, стабильность и радость от этой стабильности. Ну, я так вижу эту неделю для вас, дорогие девы. Я желаю вам прекрасной недели. Наслаждайтесь жизнью. Так, весы. Для вас, дорогие весы, неделя с 27 ноября по 3 декабря для весов. С чем связана, о чем будет эта неделя? С какими событиями, как неделя пройдет, о чем она у вас? Сердце. Сердце – это у нас, естественно, все, что связано с эмоциями, с переживаниями, с любовью, с какими-то встречами, волнениями душевными и сердечными. Так, хорошо, посмотрим, что это сердце. Сердце – это, понимаете, как? Оно может быть, потому что эти любовные, допустим, могут быть радости, а могут быть переживания. Поэтому здесь очень трудно сказать. Единственное, что можно сказать, что неделя будет очень эмоциональная. И у каждого эти эмоции будут связаны с чем-то своим. Ну, мы, конечно, попросим подсказку, Тарусь, чем же это сердце? От чего будет сердце у наших весов? Йо-ка-ать! От десятки кубков? У кого-то может быть, конечно, на самом деле, в буквальном смысле свадьба, какой-то праздник, радость от чего-то. То есть я вижу вот эти карты больше как радость от чего-то. Интересно. То есть, ну, у кого-то день рождения, я имею в виду не у вас, весы у вас уже прошли день рождения. У кого-то из близких, из любимых, из родных день рождения. Может быть, какой-то семейный, допустим, там, обед, где все вместе собрались. Все душевно, все люди разговаривают и любят друг друга. Мы находимся в кругу близких и дорогих нам людей. Так что вот такие вот события у вас, дорогие весы, прекрасные и приятные на этой неделе. Я вам желаю удачи. Скорпионы. Что же у скорпионов на неделе с 27 ноября по 3 декабря? Не люблю эти переходные, когда с одного месяца до другой. Так, скорпиончики. Что же у вас? С чем связана неделя? Какая она будет? Луна. Опять-таки, луна может говорить о маме, может говорить о каких-то эмоциях, в том числе и переменчивости этих эмоций, снах, переживаниях, интуиции. Переживаниях не в плохом смысле, имеется в виду глубоких разных, то есть это не как луна-второ, да, такие какие-то мистика, мрачность. Здесь больше как ощущения. Вот именно такие глубокие, интересные ощущения. Сны могут быть у вас, которые могут давать подсказки или, ну, как в снах прорабатываются разные через сны ситуации жизненные. Так, с чем связана луна? Луна. Ну, также луна для меня это творчество, поэзия, музыка, как ни крути. Четверка кубков. Угу. Так, получается, что у вас могут быть какие-то переживания, есть, может быть, такая тенденция, что вы можете грустить почему-то на этой неделе и все воспринимать сквозь призму эмоций, но слегка в таком негативном оттенке. Вот будьте с этим очень внимательны, чтобы не кукситься лишний раз, чтобы как-то себя, ну, взбадривать, быть более оптимистичными, дорогие скорпионы. Может быть, что-то, какая-то ситуация вам не очень нравится, и вы об этом, кто-то старается не думать, а оно все равно лезет, да, или наоборот, вы думаете, но мысли сразу, опять-таки, не тот уклон берут. Берегите себя, поднимайте себе настроение. Я вам желаю прекрасной недели. Теперь, стрельцы, для вас, какая неделя будет с 27 ноября по 3 декабря? Для стрельцов, с чем связана эта неделя, о чем она, какая она, тучи? Ну, точки, они, видите, это у нас разные переживания, сомнения, недоразумения, непонимания какой-то ситуации, сложности в, как это, трудности перевода. Ну, то есть, могут быть какие-то сомнения, могут быть какие-то легкие недоразумения, может быть, кому-то будет погода каким-то образом мешать, мало ли какие у вас планы на неделю. Бывает, что хочется просто, чтобы был снежок и чисто, а там слякотно и что-то моросит, да. То есть, ну вот, и с погодой может быть связано, и с собственным настроением, и с какими-то легкими такими. Ну, они, видите, как временные тучки, они набегают, и потом ветерок подул, и они развеялись. Так, с чем же эти тучи, с чем эти недоразумения или сомнения могут быть связаны? Ну, вот опять, видите, карта, говорящая все-таки, что какой-то, вот, как вам сказать, тут буквально в смысле конфуз. То есть, я не понимаю, что делать, я не понимаю, как мне выбраться из этой ситуации, я не понимаю, как это произошло, да. Или вот какое-то непонимание, недоумение. То есть, будет на этой неделе какой-то момент, какая-то ситуация, или какое-то взаимодействие с каким-то человеком, где у вас будет ощущение, что у вас руки связаны, что вам не хватает информации, что этот человек вам мозги пудрит, возможно, да, и вот, ой, дорогие мои стрельцы, я вам желаю прекрасной недели, чтобы как можно быстрее ветерок подул и раздул эти тучки. Удачи вам! Козероги. Козероги, для вас неделька с 27 ноября по 3 декабря. С чем может быть связана, какая она может быть для вас, козероги? Так, с чем неделька для козерогов будет связана? Развилка. Ну, как бы, видите, развилка означает какие-то сомнения иногда, иногда необходимость принять какое-то решение, плюс неразвивающиеся ситуации, и опять-таки из-за того, что есть либо недостаток информации, либо какие-то сомнения, либо мы сами не знаем, каким образом лучше поступить, хорошо посмотрим, с чем... А, и дороги, конечно же, дороги, дороги могут быть, то есть кто-то, может быть, будет просто из козерогов мотаться на этой неделе очень много по делам, по своим личным, по работе. Так, смотрим, дорогие козероги, с чем это может быть связано. Ну, либо дороги какие-то, поездки, либо сомнения или необходимость выбора. Для козерогов развилка с чем связано? Десятка жезлов. Десятка жезлов означает у нас, в принципе, тупик. Я хочу сказать, что кто-то может заехать в тупик на этой неделе. Ну, то есть, как ехали, дорога перекрыта, оказывается, ремонт придется объезжать всего-навсего, ничего такого страшного. Просто посмотрела, когда на этот тупик, и вот это вот развилка, да, сомнения такие, когда мы чешем затылок и думаем, господи, а что же делать-то, куда мне, что, как. Десятка жезлов означает тупик, в том плане, что ситуация зашла в какой-то условно тупик, и нам надо дальше выбрать, как говорится, направление, способ действия, и надо, ну, как бы двигаться дальше, мы не можем там топтаться на месте, потому что какая-то ситуация, может быть, подошла к завершению, подходит к завершению. Надо что-то по этому поводу решать. То есть, ну, такая вот энергетика, если зациклиться на чем-то, если не хотеть принимать решение, то можно застрять. Вот такая вот, заторная чуть-чуть. Ну, есть риск еще попасть в пробку, хочу заметить, и будь здоров, сколько мне приторчать, дорогие козероги. Но я вам желаю открытых дорог, и чтобы все было хорошо, и удачи, конечно же. Водолеи. Водолеи на неделе с 27 ноября по 3 декабря. Что ждет Водолеев? С чем неделя может быть связана для Водолеев? Какая неделя может быть? Ключ. Ключ по этой карте судьбы, с одной стороны, и с другой стороны ключ показывает, как открытие, так и закрытие чего-то. Очень важная может быть неделя. Сейчас посмотрим, что нам скажут Таро, в каком ключе. Естественно, получение каких-то ключей от чего-то. Находки и потери ключей. Понимаете? Тут же кодирование чего-то. Ну, допустим. Так, смотрим. С чем связан ключ для Водолеев? С чем? Что это важное? Что это такое, вот, может быть, ключевое и судьбоносное на этой неделе? Дорогие Водолеи. С чем связана тройка мечей? Ну, на открытие не сильно похоже. Может быть, чтобы порешать какой-то вопрос, Водолею придется, ну, чтобы, как говорится, уже какой-то вопрос закрыть или открыть. Придется сделать что-то, что не сильно хочется делать. Не нравится это Водолею, не хочется это Водолею. Усложняет, может быть, эту жизнь. Эмоционально, может быть, непросто, но сделать это надо. Может быть, в каких-нибудь, допустим, кто-то испытывает к вам негативные чувства. Может быть, чтобы прекратить общение с этим человеком, опять-таки, необходимо принять какое-то решение. Надо что-то сделать. Вот. Или если есть терзающая вас ситуация, опять-таки, это важная неделя, чтобы как-то что-то порешать в этом вопросе, который, ну, явно своего рода какой-то не совсем позитивный. Я вам желаю удачи, дорогие Водолеи. Рыбки. Теперь ваша очередь, ваш черед. Неделька с 27 ноября по 3 декабря. Какая неделька будет у рыб? С чем связано? И как пройдет? Книга. Источник знаний. Книга, конечно же, это и обучение. Ну, может означать и какие-то тайны, секреты, конечно же. Может означать в буквальном смысле литературу. Может показывать колоду карт. Может говорить о каких-то, что вы узнаете какой-то секрет. Или у вас есть какой-то секрет. Ну, мы сейчас посмотрим, что же эта книга, что за тайна такая. Что за информация, которая может быть даже от вас еще пока что скрыта. Хорошо. Для рыб. С чем эта книга связана? Тройка жезлов. Тройка жезлов. Это у нас здесь карта поиска альтернативы, карта дальнейших планов, карта каких-то перспектив и необходимости двигаться вперед. То есть у человека здесь, он на маяке работает, у него электричество отключили, и он не может знаки подать кораблям. Соответственно, он тут ищет. Кто-то из рыб будет искать какую-то информацию. Может быть, даже вы будете искать какую-то литературу или информацию другим каким-то способом. Или будете готовиться, даже вплоть до того, что готовиться к экзамену. Тоже не исключено. Потому что книга есть все-таки обучение и знание. Дорогие друзья, я вам желаю прекрасной недели. Удачи во всем, конечно же. Пока.